И забыли, что такое домашний уют. Экстренное переселение дмитровских погорельцев в манёвренный фонд, мягко говоря, затянулось. Месяц жила бомжом, как бременский музыкант. То там, то тут. У меня сгорело всё имущество. Я вышла в одном халате и в ночной рубашке. В начале декабря мы уже рассказывали о серии пожаров на окраинах Дмитрова. В селе Орудьево за неделю в огне дотла сгорели сразу три деревянных барака. Без жилья остались десятки людей. О, как Орудьево горит. Впрочем, Светлане, можно сказать, ещё повезло. После скитания по родственникам и друзьям на двоих с мужем им выделили 18-метровую комнату в общежитии. А вот семье Матвеевых предложили жильё по размерам, не соответствующие даже минимальным стандартам. Да ещё и не отремонтированное. На 73-х человек нам дали 90 тысячи пустую комнату в общежитии 15 квадратных метров. Обставить её на эту сумму вряд ли получится. Но самое главное, самое страшное не это, а самое страшное прожить в этой комнате всю свою жизнь. Потому что на очередь нас пока не поставили на другое жильё. Нелегко приходится и семье Михелей. Сразу после пожара детей изъяли органы опеки, потому что семье негде было жить. Забрать сына и дочь родители смогли лишь спустя три недели. Особенно волнует сейчас отца маленький Серёжа. Мальчик подавлен и испуган. Я насчитал 22 синяка только маленьких. И самый большой синяк, вот, прямо на ноге. Мне сказали, да, ну, всякое возможно. Может, там где-то упали, может, где-то там с горки, может, ещё что-то. Вот, как бы конкретного ничего. Он плакал, когда нас привезли ночью. Всегда он просыпался и ко мне давать бежать. Меня там пили. Кто? Мальчики. А за что? Не знаю. Времени на разбирательство у Дмитрия Михеля сейчас нет. Надо срочно заканчивать ремонт. Компенсации хватило только на покупку стройматериалов. Нанимать рабочих не на что. На помощь пришли друзья по несчастью. Я в профессии строитель. Почему бы не помочь соседу? Вместе горели. Пока даже совместными усилиями не удаётся победить сырость и чёрную плесень. В комнатах здания, построенного в середине прошлого века, вентиляции нет в принципе. Прошпаклевали, покрасили потолки. Хотели сегодня клеить обои, но из-за влаги шпаклёвка отваливается вместе с краской пластами. Погорельцы готовы терпеть неудобства общежитского быта, лишь бы в обозримом будущем отпраздновать настоящее новоселье. Но этого им никто не обещает. В очереди на жильё они не в первые сотни и даже не в первые тысячи.